Таким образом, при таком раскладе ясно, что при медитации через человека проходят потоки материи. Эта материя для большинства людей невидима. В лучшем случае люди могут чувствовать эту материю. На самом деле, эта невидимая для обычного глаза и современных приборов материя получила название темной материи, Dark Matter, и она составляет 90% всей материи Вселенной. Я называю эту темную материю первичными материями, и делаю это только потому, что эта самая темная материя неоднородна по своему качественному составу. Кто желает ознакомиться с понятием первичных материй, более детально могу посоветовать прочитать мои книги «Неоднородная Вселенная» и «Последнее обращение к человечеству». Все это я наградил для того, чтобы стало ясно, что при любой медитации через человеческое тело протекают потоки материи или поток первичных материй, которые имеют разные свойства и качества, разный качественный состав и пропорциональное соотношение друг относительно друга. Таким образом, при медитациях через человека протекают потоки первичных материй разного качественного состава и в разных пропорциях. Это принципиально важно для того, чтобы понять, что же все-таки происходит с человеком при медитации. А происходит следующее. Через человека начинают идти потоки темной материи, первичных материй, при этом от 70 до 90% этих потоков качественно не согласованы с человеком и его структурой сущности. А это означает одно – если человек медитирует достаточно долго и интенсивно, все его структуры оказываются забиты шлаками и в большей или меньшей степени разрушены. Так что вместо эволюционного скачка во время медитации человек получает обратное – потерю своих эволюционных наработок прошлых жизней. У кого-то может возникнуть вопрос – почему энергия Вселенной приводит к зашлакованности и эволюционным потерям? А все очень просто – первичные материи или темная материя не являются ни плохими, ни хорошими. Любая материя не может быть хорошей или плохой. Материя Вселенной может быть только совместимой или несовместимой с живой материей. Если потоки материи Вселенной качественно гармоничны со структурой живой материи, в этом случае все в порядке. Но если потоки материи Вселенной качественно не согласованы со структурой живой материи, в этом случае идет зашлаковывание живой материи. Даже при полной качественной гармонии потоков материи Вселенной и живой материи произойдет разрушение живой материи, если мощность пронизывающих потоков материи Вселенной большая. К примеру, у человека нервная система работает на слабых ионных токах, когда в результате раздражения рецепторов нервных окончаний изменяется концентрация ионов натрия и калия вдоль миелиновой оболочки отростков нейронов-аксонов. Слабые токи управляют и работой сердца. Но если пропустить через человека миллионы вольт, его тело просто сгорит при этом. Удар молнии – наглядное подтверждение этому. Поэтому если мощность потоков первичных материй превышает пропускные способности живой материи, происходит разрушение последней, и при достижении некого критического уровня происходит гибель живой материи. Так что, как говорится, что в лоб, что по лбу – большой разницы нет. Конечно, у разных людей разные качества, и поэтому у одного человека от медитации разрушения будет больше, у другого от той же самой медитации меньше. Но суть от этого не меняется. И тогда возникает следующий вопрос. Почему по всему миру появились столько разных гуру, которые учат людей медитировать, обещая им духовный рост? И очень многие люди покупаются на такую ложь. Мозги людям так промыли, что почти никто не задает очевидный вопрос. Если мы в черно-белом телевизоре увеличим силу тока, то от этого он не станет цветным. В лучшем случае сгорит только телевизор, в худшем – все вместе с ним. И сотни миллионов людей во всем мире медитируют разными способами, а если учесть, что молитва – это тоже разновидность медитации, то тогда таких людей становится несколько миллиардов. И медитируют люди не один год и не одно столетие. Но что же люди получили из обещанного им духовного роста, рая и так далее? Оказывается, ничего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!